Ну и что, не узнали меня? Да, жизнь после 33 уже выглядит иначе. Как вы знаете, совсем недавно мне исполнилось 33 года. Ну и конечно же я по традиции запустил трансляцию, где мы с моими зрителями весело проводили время. Открывали пакетики, общались, ну и все в этом стиле. Собственно, сегодня вы увидите нарезочку всего того, что же произошло в этот день. Также у нас в игре вышло базовое улучшение героя. На самой трансляции мы открывали кумиров, ну и в целом был дроп, который хочется вам показать. Поэтому присаживайтесь поудобнее, заваривайте кофеек, чаек, ну и в качестве поздравления можно сказать. Вы можете просто поставить лайк под этим видосом и я уже буду доволен. Все, друзья, всем приятного просмотра. Ну и перед тем, друзья, как мы продолжим, хочется напомнить вам о моих прекрасных друзьях из компании VinLine, которые поддерживают каждый мой видеоролик. Респект им за это. У них также вы можете забрать прекраснейший бонус, который вы можете найти у меня в телеграм-канале. Закреплено сообщение, переходите и всем удачи. Ну и, конечно же, куда же без моего магазина PandaFX Store, где вы можете заказать себе монеты и FIFA Point, аккаунты, EFC, также бусты. Если вы не хотите потеть, играть в эту прекрасную игру, то все это добро вы можете найти у меня в магазине. Ссылочка будет в описании. Так, ну что, друзья, всем халу. Каким подарком наградят меня Electronic Arts? День рождения. 2500 поинтов. Какой-то мужик идет. Цоп. Понятно. Нахуйный подарок. Ой, блядь. Давайте, 2000 поинтов. Второй пакет, и он тоже без волки витов. Ужас. Ну, точнее, с волкаутом, но без спешилки. Да, вот это, конечно, подарочки. Пожор. О, да, ребята, мэн выпал. Вот вам и первая карточка, друзья. Мэн заскочил. Спасибо, Поль Погба. Не успеваю читать ваши донаты. Сейчас, секундочку. Спасибо большое, Фафанов. Да, блядь, ребята, я не успеваю читать ваши донатшины. Блядь, манджуки, ничего страшного. Эти эмоции стоили там. Спасибо. Усатый инвалид еще залетел. Тот самый. Я с декабря 2013-го, Андрюха, смотрю, внешне ни капли не изменился. Магия. Мне кажется, есть чуть-чуть. Небольшое изменение присутствует. Там нос как вино. Почему говорят, блядь, как вино? Почему не говорят, как пиво? Что за хуня, блядь? О, нихуя себе. Кто залетел к нам? Лукас Подольский. Подольский? 250 рублей. Ну, слушай, я надеюсь, тебя добавят. Я надеюсь, тебя в качестве героичка, если не в следующей эфифе, то через Эну увидим. Спасибо большое. Подольский еще за 250 рублей. Так, аноним. На трусике с сердечком. Мне кажется, выглядит очень даже стильно. На чек фоточка. Особенно вот это вот, блядь. Вот это вот. Блядь, сука. Чисто мой муд, блядь, сегодня с утра. Базовый кумир с рейтингом до 88. Смотрим по силу эту. Кто там шагает? ПП. Англия. Это Дэвид Бекхам. Если я не ошибаюсь, то был на одной из моих последних трансляций. Видел, что мне фул англичане просто сыпались. Ну, слушайте, 530 тысяч. О, это Стиви Джи. Ну, на ПП я бы не рекомендовал, естественно, его использовать. Опять Англия. Что за подкрутка на англичан? Что происходит, блядь? Пиздец, блядь. Что это? Что за парад англичаней сегодня, пацаны? ЛВ. Англия. Что этим англичанинам от меня нужно? Одни англичане. Алло, ку-ку. Костя, ЛВ. Опять Англия. Есть объяснение этому феномену? Вроде мужик ЦП. Англия. Опять Англия. Опять Стивен Джерард? Нет, это Лэмборд. Моделька. Непонятно, кто это по модельке. ЦЗ. Это уже хорошо, наверное. Сколько? Вот кто от начала до конца смотрел? Вот я уже сбился. Сколько англичан сегодня было? Это вопросы, конечно. Ебать, что? Нихуя себе, Винчестер, блядь. Ебанись. Нихуя себе. Охуеть. Вот это Винчестер ты ультанул, блядь. 20 кусков закинул. Просто огромное спасибо. Блядь, еще и Шерманы Рейдзи. Бля, ебать, пацаны. Я не успеваю за экшоном. Шерманы, спасибо вам огромное. У Шерманов пока только подозрение на сломанный палец. Что, блядь? Блядь, что? Нихуя ну ебал. А что произошло? А, ну 5-6, 92-ая минута. Ну, понимаю. Ебать, жестко. Все, здесь уже палец сломал? Или что? Блядь. Блядь. Камера нахуй пусть идет, эта камера. Ну, что я могу сказать, ребята? Вот вам и антиреклама у Кен Лиги. Бля, ну эта игра, конечно, да, выводит из себя. Даже, казалось бы, таких спокойных людей, как Санек. Ну, типа... Не, у меня тоже, конечно, бывает такое. Я тоже недавно себе так по руке уебал. Пару дней болел. Но это я без ролика, без ничего просто сидел, играл. Отборы, там какой-то пиздец произошел, матч проебал. У меня иногда бывает, что нужно выплеснуть куда-то энергию. Я беру там вот так, тхуярю. Либо по креслу, либо, блядь, по геймпаду. Короче, у меня бывают такие вот. Андрей, не в обиду, а что с прической? Блядь, реально, что с прической? Пацаны, сейчас, подождите. Йоу! Ребята, смена имиджа, 33 года. Пак за полторы тысячи поинтов, летс гоу. Все. Уху, ебать, сразу спешлка. Я вам говорю, это магия волос, ЦЗ. Опять код Дивуар, да иди ты нахуй, блядь, код Дивуар. Хватит меня преследовать. Панда ебанулся, ты что, охуелся с ебанулся, блядь? Я решил сменить имидж. Все-таки 33 года, блядь. Знаешь, возраст такой уже, серьезный. Нужно делать какие-то изменения в своей жизни, понимаете? Я понял, что я стою на месте, блядь, нужно идти дальше. Блядь, не, жарко, что-то, пиздец, пацаны, пизду. Я передумал, все. Пандос, как ты вчера в такси не замерз? От одного вида холода. Блядь, ты видел, кто со мной рядом сидел, блядь? Зима потихоньку приходит в Москву, в Подмосковье. Вот уже, в горучку сидим. Холод, сидим. А, я там уже спалил, да? Вот что за... Жарко, что-то, блядь. Сумасшедший, он не рофлит. Блядь, это жарко, блядь, пиздец. Чит просто говорит, Дим, не прочь, если я разденусь? Тебя ничего не смущает, понял? Ты видел, кто со мной рядом сидел в машине, блядь? Фаворит, прямо рядом со мной, блядь. Там душно было, пиздец, блядь. Англия, это Беллингем. Блядь, у меня уже есть антрейдовский. Бля, Беллингем что-то часто мне начал падать. За последнее время он мне три раза упал. Гюндаган и Беллингем. А почему он так быстро стал никому не нужным? Блядь, все дубликат, ну это просто пробитие. Все в дубликатах. Блядь, я ебанулся, блядь. Отзеркалил как-то вебку, что происходит нахуй, блядь. Так, еще один пак за 2,5 тысячи поинтов. Опа, спешлка. Волкаут есть, пожалуйста. Винни, ЛП, Испания. Эээ, Гримальдо. Гримальдо выглядит неплохо на самом деле. Может быть даже за него поиграю. Ирпс, вратарь, вратариха, вратариса. Как правильно склонять девушка-вратарь? Спешлка, пожалуйста. Волкаут есть, ЛП, Испания. Блядь, там кто-то есть вообще на ЛП, блядь, Испании. Одну и ту же, блядь, одну и ту же. Прежде чем открыть кумира на основном аккаунте, я бы хотел на свой бездонатный перейти. Открываем, друзья. Кумир. До этого мне упал Сколз. Что же упадет мне сейчас? Близики. Что-нибудь разъебное. Пожалуйста. ПЗ. Ребята, удача. Это удача. Большая удача. Биг В, Замброта. Welcome to my club. Вот так вот, ребята. Кто мне там клюверта желал? Кто мне клюверта желал? Что с лицом хейтера? Блин, тут редкий случай, когда я доволен сборкой кумира. Так, ну че. Получается вот так вот. Замброта. Здравствуйте. Вау. Красивый спорт. Красивый спорт. 33 из 33. Прекрасно. Прекрасно. Не, мне очень нравится, что они еще прям на нужную позицию мне дали кумира. Теперь исполнился моя мечта. Наконец-таки я поиграю за страйкера Кампаса. Даже в мобилке до этого додумались. Короче, они добавили Кампаса на ФРВ. Это то, о чем я просил несколько лет. Но в мобилке это реализовали, а в полной версии нет. Тут можно за Кампаса на страйкере поиграть. Опа, на этот раз поиск выигрывает, ребята. Поиск выигрывает на этот раз, нихуя сё. Англия. Защита. Это не Англия, защита. Полузащита. Не Англия. Бля, только не нападение. Пожалуйста, пожалуйста. Фу, это не Англия. Нидерланды. Кто мне Клюверта желал? Что с лицом хейтеров? Короче, пока что было три сборки на Кумира, блядь. И вот эти, блядь, три легенды нахуй. Кин, Шевченко и Клюверт. Ух, друзья, чувствую. Это тот самый пак мечты. Пак за 2000 поинтов, 4 гарантированных игрока, 85+. Я обычно, когда голый сижу, открываю, мне дропается что-то невероятное. Поэтому я решил сегодня не одеваться. Смотрим. Так, есть волкаут. Это хорошо. ЦП. Это уже плохо. Это Д'Гор. Дища какая-то. Кто за ней может быть? Может, чем-нибудь классное? Ляо какой-нибудь. Ритм, блядь. Откроем еще один пак за 2000 поинтов. Опа. Мужик. Волкаут. ЛП. Испания. О, боже, ты кто? Лавель. И кто? Алекс Баена. Так, окей. Есть пак за 2500 поинтов. Открываем. Опа. Лоренто. Это Лоренто. Очень похож. Вот это, друзья, уже хорошо. Лоренто я залинкую у себя как-нибудь. На ПЗ может сыграть, на ЦП. Вот это хорошая карточка. Наконец-таки. Дали крутую карту. Ху-ху-ху-ху. Ребята. Я даже и мечтать не мог. Я, честно, думал, там 1150-200 стоит. В общем-то, вы посмотрели, друзья, на контент из прошлого. Теперь контент настоящего. Опа. Сборочка последняя на героя у меня собрана. А, герой без ограничений. Какой-нибудь Женоля. Какой-нибудь Рамирос. Небольшая статистика моих крутилок у вас перед глазами. Ни одного кумира в основу. Ни одного героя в основу. Я уж молчу, что некоторые карточки героев мне падали дубликатом. То есть, статистика вообще катастрофа. Поэтому, да, ситуацию нужно срочно исправлять. Давайте вот этот вот пак откроем для разогрева. 25 игроков, 8 стрелей выше, 220 тысяч монет. На что я отдал эти монеты на девушку прекрасно? Форвард, Франция, это Котото. Типичные мои уолкауты. А нахера это сделал? Простите, пожалуйста. Я не знаю, я так и не понял. Зачем я этот пак открыл? Так, давайте. RTTK и тотальный раш сначала откроем. На всех аккаунтах, которые я открывал, постоянно падают либо какие-то девчонки, либо какая-то срань. В целом, этот аккаунт тоже не стал исключением. Спасибо. Так, ну и давайте смотреть набор с базовым героем. Опять же, статистика прям полная жесть. Ни одного героя, ни одного кумира в основу. Давайте. Никакие плашки не хочу, никакие поиски. Просто хочу открыть и посмотреть. ЛЗ, Испания, Кабдевиля. Ну и вот он, номинант, казалось бы, на основу. Но у меня в основе прокачаны минди. Ну и играть, если честно, ЛЗшником с Пейсом 84. Я не хочу и Физика 80. Вообще карта говна на самом деле. Я понимаю, что это, скорее всего, Вэшка. Да, сколько-то хер он стоит 200 тысяч. Ну, игра, естественно, зависла. Ой. Бля, я все еще бета-тестер. Так, я перешел на свой твинк-аккаунт. И тут, конечно, если смотреть на дроп, тоже все выглядит печально. Крауч, Бизли, Клюверт и Пирес. Просто один круче другого. Ну, пожалуйста. Ну, давайте. Опять открываем без всяких плашек. Смотрим и надеемся на то, что это что-то грандиозное будет. Да еб тут. Да что ты, блин. Ну, что это такое, ребята? Ну, объясните, кто проклял мои аккаунты все разом? Просто все разом. Все разом аккаунты мои прокляты. Ну, как это возможно? Я не понимаю. Просто не могу понять, что это такое. Так, ну что, друзья. Мы на моем третьем аккаунте, где я собираю сборную России. Тут, кстати, мне Зомброта упал. Самая нужная позиция, можно сказать, была в этом составе. Идеально заскочил на огонючек. Если вы не смотрели отдельный видеоролик с этой командой, прошлый видос, гляньте. Его как-то вообще плохо посмотрели. Хотя я на этот состав 40 часов потратил. Тут вышло новое развитие, где можно качнуть Аздоева. Посмотрите на эти невероятные остатки. Либо Чалова. Я вот сейчас сижу и думаю, кого бы качнуть. Наверное, все-таки Чалова. Face 87. Звучит неплохо. Так, ну и давайте смотреть, что же дадут мне на третьем аккаунте с набором базового героя. Пожалуйста. Хоть один аккаунт должен быть счастливый. ЛЗ Испанец. Да вы рофлите надо мной. Бля, ну это шутка какая-то. Просто Кабдевилла. Бербатов. Кабдевилла. Кабдевилла открыли. Кабдевилла закрыли. Вот если бы мне мостового дали бы, я бы не расстроился. Потому что на этом аккаунте мостовой у меня куплен. Ну, даже если вот так вот сравнить с Костичем. Ну, у Костича практически все статы, кроме Дефа, лучше. Поэтому карточка бесполезная на этом аккаунте. Так, ну, в общем-то, все, ребята. Вот такой вот видеоролик получился. Надеюсь, он вам понравился. Если понравился, то жду от вас лукасы. Классные комментарии. С вами был Ипандос Фиксович. Опять же, всем спасибо за поздравления. Все ваши комментарии прочитал. Искренне вам благодарю за уделенное мне внимание на трансляции, в которой мы сидели. За ваши теплые пожелания. Ну, и, собственно, 33 года. Едем дальше. Все. Чао какого.